МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Екатерина Пянова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Машина на газонах, детских площадках и тротуарах. Как ведется работа с нарушителями правил парковки? В чем опасность весеннего льда? О требованиях безопасности при выходе на лед? Папа, мама, я, спортивная семья. В Сарой проходит полуфинал городских соревнований. Далее расскажем по всем подробно. Официальный сайт Кремля опубликовал перечень поручений Владимира Путина по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления. Документ содержит в себе указание правительства России до 1 ноября подготовить предложение о внесении изменений в указ президента об утверждении границ ЗАТО-Саров. Этот вопрос администрация нашего города прорабатывает уже около 10 лет. Последний раз его поднял Алексей Голубев во время заседания Совета в Красногорске 30 января. Предполагается, что почти 700 гектаров открытой территории появятся за КПП-4. Сейчас это земли Дивеевского и Темниковского районов. Поручение проработать изменения в указ об утверждении границ ЗАТО дал президент после проведенного 30 января заседания Совета по развитию местного самоуправления. По полученным нами сведениям из ВНИЭФа, поскольку за периметр охраняемого отвечают они, периметр переноситься не будет. То есть это будет территория закрытого административно-территориального образования, но чуть менее охраняемая, чем нам привычная территория города. Северная территория включена в генплан Сарова в качестве резервной для развития. Детально этот вопрос проработают, когда выйдет указ президента. Пока ее предполагают разделить на зоны. Две трети – ходать под жилищное строительство и создание соответствующей инфраструктуры, остальное – самые отдаленные участки под производственные площадки. Необходимость присоединить новые территории города возникла давно. Ресурсов для развития в границах практически нет. Практически две трети территорий, которые сегодня огорожены периметром, находятся в пользовании ВНИЭФа и эта промплощадка. А из оставшейся трети, где-то половина, это наши леса, которые наши жители очень ревностно охраняют. Если вы помните историю с метрорайоном 1А1Б, сколько было бурлений вокруг того, что будет срублен лес. Для развития производственных территорий ресурсы совсем исчерпаны. Предложение по изменению границ президента представят к 1 ноября. Этот и другие репортажи можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом. Этой инфекцией заболел россиянин, прилетевший из Италии. Более 20 человек, которые контактировали с инфицированным, госпитализированы. Придет ли коронавирус в Саров, чем опасна эта болезнь и как от нее защититься? Расскажем далее. Более 90 тысяч человек во всем мире заразились новой коронавирусной инфекцией. Большинство из них находится в Китае. Около трех тысяч заболевших умерли, более 42 тысяч вылечились. Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай, Южную Корею, Италию и Иран, где зафиксировано самое большое количество случаев заражения. Первый больной есть и в Москве. Не исключено, что инфекция распространится по другим городам России, в том числе придет в Саров. У нас на сегодняшний день уже есть как минимум четыре студента, которые приехали в разное время из Китайской Народной Республики. У одного из четверых студентов была остро-респираторная вирусная инфекция. Коронавирус не подтвердился. У молодого человека оказался грипп Б. Он его перенес в обычной для гриппа форме. У остальных никаких симптомов пока нет. Коронавирус не выделен. Две девушки остаются на карантине. Пока болезнь новая, иммунитета к ней еще нет, заразиться может большое количество людей. Вакцина от коронавируса в разработке. Защититься помогает соблюдение простых правил. Это просто должен быть обязательно свежий воздух. Лучше его увлажнять, если это в помещении. На улице, перед походом на улицу и после прихода с улицы, можно промывать и увлажнять нос. Мыть руки перед едой, мыть руки после улицы, мыть руки после рукопожатий, после посещения различных. То есть мытью рук – это одна из самых главных мер. Коронавирус от нас пока далек. Больше всего медиков волнует сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В этом году один человек в Сарове умер от высокопатогенного вируса гриппа А. Превышен порог заболеваемости среди взрослого населения и среди дошкольников, не посещающих детские сады. Кроме того, по состоянию на 4 марта на карантин закрыты три школы – 5, 17 и лицей номер 3. Саровчан приглашают стать волонтерами Конституции. Для участия необходимо подать заявку на сайте волонтероконституции.рф до 16 марта. Добровольцами могут стать только совершеннолетние жители страны. Начнут работать волонтеры за две недели до 22 апреля – дня голосования по поправкам в Конституцию. Они будут рассказывать россиянам о сути предлагаемых изменений и объяснять, как пройдет всенародное голосование. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Центр занятости населения приглашает саровчан в возрасте от 50 лет на бесплатные курсы по обучению новым профессиям. Идет набор в группы кладовщик, управление охраной труда, офис-менеджер, бухгалтерский учет на предприятии и управление административно-хозяйственной деятельностью организации. Обучение длится от 1 до 2 месяцев. Неработающим на момент поступления гражданам выплачивается стипендия. Более подробную информацию можно получить по телефону 7-92-20, а также в Центре занятости населения Сарова по адресу улица Куйбышево, дом 19, дробь 2. Опубликованы заключительные результаты регионального этапа Всероссийских олимпиад школьников по общеобразовательным предметам. В олимпиаде по английскому языку победителем стала Ольга Онищенко из 2-й гимназии. В олимпиаде по технологии лучшей стала Ирина Мусяева. А всего по итогам областных олимпиад 13 саровчан стали победителями и 17 призерами. Понятие простить или наказать по всей строгости закона. Парковка на газонах, детских площадках и тротуарах запрещена. Но автолюбители нарушают правила, оставляют свой автомобиль в неположенных местах. В итоге портится внешний вид территории и загрязняется почва. О том, как привлечь нарушителей к ответственности и сумме штрафов, расскажем в следующем репортаже. Нарушая правила парковки, водитель создает помехи для других участников дорожного движения. В результате повышается риск возникновения аварии. Чтобы стимулировать граждан соблюдать установленные нормы и не ставить автомобили на детских, спортивных, хозяйственных площадках, газонах и пешеходных дорожках, законодатели разработали систему штрафов. По сравнению с прошлым годом платить за неправильную стоянку недобросовестные водители будут больше. Виновное лицо наказывается по этому составу административного правонарушения штрафа административного на граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей. На должностных лиц от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. На юридических лиц от 30 тысяч до 60 тысяч рублей. По словам Дмитрия Аношина, парковок в нашем городе мало. И водители ставят свои машины повсюду. На тротуаре или прямо на клумбах. Многие горожане правила дорожного движения стараются не нарушать и паркуют свой автомобиль в положенных местах. Но удается это далеко не всегда. Хватает ли парковочных мест в нашем городе? Не хватает. Почему? Потому что их мало сделали. Если честно, вечером вообще не хватает. Негде по дворах машину поставить. Кружу, кружу, найду. Все равно найду. Просто далеко неудобно находим. На газон ставите? Нет. Нет. Я очень законопослушная. Штраф у меня нет. Меня больше интересует. Я вот прохожу иногда. Вот здесь вот. Стоит прямо на тротуаре. Ну, газон хоть он портит, конечно, как говорится, газон и прочее. А вот на тротуаре человеку надо обойти по проезжей части. В случае, если горожанин увидит припаркованный автомобиль на детских, спортивных, хозяйственных площадках, газонах и пешеходных дорожках, он может сфотографировать транспорт на телефон и отправить изображение в департамент городского хозяйства в электронном или печатном экземпляре. После чего нужно написать заявление и указать, где именно припаркован автомобиль. Это позволит должностным лицам, которые будут рассматривать впоследствии соответствующие заявления этого гражданина, оценить надлежащим образом представленные материалы и провести проверку. И в случае, если будут достаточные данные указывать, которые будут указывать на признаки административного правонарушения, возбудить соответствующее дело. Что касается парковок на тротуарах, то протоколы с этим видом нарушения составляют полицейские. И обращаться с этим вопросом нужно в ГИБДД. В чем опасность весеннего льда? При плюсовой температуре лед становится рыхлым, непрочным и может провалиться в любой момент. Даже если человек не утонет, есть риск, что он погибнет от переохлаждения. Весной на лед выходить опасно, но если случилось несчастье, действовать нужно правильно. Трое шестиклассников спасли своего друга, провалившегося под лед на реке Сатис в районе парка культуры и отдыха имени Зернова. С помощью знаний, полученных на уроках УБЖ, ребята вытащили товарища подручными средствами. Отдали ему одежду, напоили горячим чаем и проводили домой. Очень хорошо, что они сориентировались, очень хорошо, что они спасли, а если бы не было друзей, может быть не было друзей, он туда бы и не пошел. Но то, что учитель научил, видимо родители научили, они сдействовали все правильно. С приходом весны и потеплением повышается риск чрезвычайных ситуаций на водоемах. Всегда следует помнить и соблюдать основные правила поведения на льду. В чем опасность весеннего льда, в отличие от зимнего, в том, что у него меняется структура. Он становится мягким, рыхлым, под действием повышающего температуру воды и давящего тепла сверху. Ну и, соответственно, его несущая способность, она на порядке уменьшается. Поэтому, если ты вчера проходил по этому льду нормально, в этом толщина будет та же самая, но ты уже можешь провалиться. Безопасным считается лед толщиной не менее 7 сантиметров. Его прочность можно определить по цвету. Самый толстый и прочный – голубой. А вот на чисто белый выходить запрещено. Опасность провалиться под лед, ну, она сопряжена вообще с возможностью летального исхода, да, в любое время. И не только от того, что человек может утонуть. Просто у людей не хватает сил находиться в воде. Ну, так вот тоже по статистике, где-то до 30 минут человек просто в холодной воде дальше не выдерживает. Охлаждение организма и начинаются все процессы, которые приводят к смерти. При вынужденном переходе в водоемы безопаснее всего придерживаться протаренных троп. Если все же человек провалился под лед, то сотрудники МЧС советуют не паниковать. Как вылезти на лед, ну, это технические приемы, которые зависят, опять же, от возможностей ребенка или человека, физических его возможностей. Некоторые не могут даже на грудь залезть на лед. Ну, тем надо просто стоять и стошно кричать, призывать на помощь. Если ты можешь вылезти, ты должен вылезти. Ну, приемы вылазивания, выталкивания себя на лед, ну, рыбий хвост. Если на ваших глазах человек провалился под лед, подползите к нему, протяните ремень, шарф, палку и с помощью этих подручных средств вытащите его из воды. Затем пострадавшему нужно оказать первую медицинскую помощь и отвезти в приемный покой. 38 команд из 20 детских садов. В городских соревнованиях «Папа, мама, я, спортивная семья» приняли участие 19 семей с дочками и столько же с сыновьями-дошкольниками. В состязаниях они соревновались в ловкости, смекалке и скорости. На очередных соревнованиях в рамках полуфинала побывала наша съемочная группа. На старт, внимание, марш! В очередной день полуфинала соревнований «Папа, мама, я, спортивная семья» встретили семь команд из четырех детских садов нашего города. Участники состязались в ловкости, скорости и смекалке. Организаторы подготовили для спортсменов задания на ведение и забрасывание мяча, прыжки на скакалке, бег. Спорт является важнейшим приоритетом в воспитании молодого поколения. И департамент образования также активно развивает и участвует в городских спортивных мероприятиях. Так и сегодня спортивные соревнования «Папа, мама, я, спортивная семья» у нас проводятся традиционно, ежегодно. Конкурс «Папа, мама, я, спортивная семья» с каждым годом становится все популярнее. В этот раз 20 дошкольных учреждений представили своих кандидатов на звание самых спортивных. Семья Бурениных впервые решила поучаствовать в соревнованиях. По словам родителей шестилетнего Кирилла, активный совместный отдых дарит положительные эмоции и бесценные воспоминания. После всех эстафет судьи подвели итоги соревнований. Сплоченность и стремление к победе помогли семье Бурениных занять первое место. Очень большая неожиданность для нас. Но мы старались. Надеемся, в будущих победах. Для участников таких соревнований главное не победа. Намного важнее семейные ценности, когда общая цель объединяет детей и их родителей. Всех спортсменов наградили дипломами и сладкими подарками. 10 команд встретятся в финале конкурса, который пройдет 14 марта в спорткомплексе «Юниор». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова